Здравствуйте, уважаемые зрители. На днях отбушевал мой день рождения. Не надо мне в комментариях поздравлять, просто можете... Я верю, что некоторые из вас желают мне добра. Спасибо за устные поздравления. Мне тут дочь моей подруги сделала такой Пикассо-дей-айвайщика. Аппликация прекрасная. В общем-то, наверное, мне хватит подарков. Спасибо. Иногда мне пишут с просьбой какой-нибудь телеграм-канал завести, еще что-то, где можно со мной общаться. Напоминаю вам, я хоть в одном ролике просил вас подписаться, лайк поставить или еще что-то. Мне тратить время на то, что мне не нужно, я не буду. Мне взаимодействие с вами не нужно. Вам нужно? Ищите способы. На YouTube есть адрес для связи, только, опять же, я не буду решать ваши простые задачи. Мне неинтересно, что у вас там не получается из того, что получается у всех остальных. И искать причину этого я, конечно же, не буду. Поэтому отнеситесь с пониманием. Если вам что-то не нравится, котики, сиськи, все на YouTube есть. Рад был вас видеть, а еще больше буду рад вас больше не увидеть в этом случае. Ну а те, кто остался, давайте мы продолжим. Значит, этот ролик будет, ну, постараюсь небольшим сделать, вряд ли получится я близнец. Вот. Посвящен будет простой оптимизации кода. Простой, я имею в виду, что она применима во многих случаях, и как бы это, многие о ней не догадываются, но при этом для некоторых слабых микроконтроллеров это может иметь смысл. Это, в общем-то, для больших машин имеет смысл, но после индусской винды, я уже не знаю, это можно крест поставить на программировании вообще. Так, ладно, поехали. Вот, возьмем какой-нибудь, например, дамя процесс. Это код а-ля типа для АВР. 8-битный микроконтроллер. Самый, ну, как бы, ущербный, которому наиболее актуальны всякие оптимизации, да. Есть какой-то процесс, который, вот, допустим, миллион раз, там, сколько, миллион, да, крутится и что-то делает, да. Хотелось бы его как-то визуализировать для пользователя, чтобы он понял, что процесс не умер. Вот. Хочется в сериал выдавать такую, ну, вращающуюся палочку. Значит, сделать это легко. Заводим массив с этими, значит, символами. И на каждом шаге мы, если мы в сериал выведем обратный слэш-б, символ такой, то это курсор переставит на один символ влево. После этого мы рисуем очередной знак, увеличиваем индекс этого массива. Если мы выходим из-за границы, обнуляем индекс массива. И, таким образом, эта палочка у нас на одном и том же месте рисуется в сериал-мониторе. Ну, это, в общем-то, симпатично. Значит, если мы будем ее на каждом шаге рисовать, то понятно, что пользователь почти ничего не увидит. Плюс мы очень много времени потратим именно на вывод сериал. Это вообще дорогое, понятное дело. Да, кстати, поэтому, если вы пишете на Вэлле, скорость ниже 115-200, это даже не признак оленины. У вас аппаратный УАРТ, ему все равно абсолютно на какой скорости вы работаете. Чем быстрее, тем у вас, короче, будет меньше времени будет тратиться на ожидание вывода. Вот, буферы и так далее. То есть, большие скорости – это выгода. Если вы настолько сумасшедший, что в прерываниях используете сериал-интерфейс, то тем более у вас хоть какой-то шанс есть не зависнуть сразу, если вы используете высокую скорость. Вот 9600 и так далее по умолчанию – это дичь. То есть, только если вы используете УАРТ-интерфейс для связи с какого-то другой железкой по УАРТу, которая имеет фиксированную скорость, только тогда вы используете низкую скорость. Во всех остальных случаях в этом нет никакого абсолютно смысла. Подумайте об этом, может быть, дойдет. Вот, ладно, неважно. Короче, если бы мы 9600 выводили, мы вообще вот на каждом шаге этого цикла, ну, как бы кучу времени грубили. Ну, степенно здесь все-таки получше. Но неважно, все равно на каждом шаге нам это делать не нужно. То есть, мы, например, делаем на каждом тысячном шаге. То есть, мы берем этот счетчик шагов, берем остаток отделения на тысячу. Если он 0, то, значит, вот выводим этот символ. Если нет, то, ну, бегаем дальше, да? Значит, что в этом коде, ну, как бы хочется улучшить? Для случаев с AVR, в частности, да? Вот, но годится по большому счету для всех. Хотя не так актуально. Значит, если вы глянете ассемблер AVR, точнее, систему команд, ну, неважно, одно и то в практически, то увидите, что там операции деления аппаратной нет как таковой. Поэтому деление и остаток отделения – это процедура, которая, в общем-то, занимает в коде, понятное дело, не два байта, как одна команда какая-то, и, в общем-то, и исполняется далеко не там за два такта. Вот. Даже в случае, значит, нет уделения также у Cortex-M1, например, ядер аппаратного. Вот. Оно может не быть и у более серьезных ядер, но, как бы, конечно, там уже возможны варианты. Даже если команда аппаратного деления, целочисленная мы, конечно, говорим, там, про вещественные, там, отдельная история. Даже если она есть, она всегда очень дорогая. Ну, может, не очень, но дорогая точно. То есть, если у вас однотактные команды обычные, да, то уделение – это там, ну, тактов 8, а то, может, и больше. Тоже, как бы, надо иметь в виду. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша программа исполнялась как можно быстрее, и вам это важно, да, то, как бы, понятно, что тоже имеет смысл немножко тут оптимизировать. Значит, так. И что мы можем сделать, да? Мы можем операцию остатка деления попытаться заменить, то есть, операцию деления, ну, а остаток – это побочный, ее продукт, попытаться заменить на сдвиг. Значит, битвы сдвиг может работать только если, конечно, у нас второй аргумент – это степень двойки. Ну, второй аргумент деления. Вот, поэтому, если мы, вот, тысяча, ну, как бы, устраивает, но неважно, то если мы сделаем вот так, 1024, то вот эту, значит, операцию получения остатка деления и деленное на 1024 мы уже можем, как бы, оптимизировать. Вот. Ну, 100, вы можете на 128 поменять, там, и так далее. То есть, часто задачи допускают, как бы, разбивку, вот, каким-то там, таким образом, то есть, не кратным, там, 10. То есть, так. Ну, и осталось получить остаток отделения на 1024 каким-то там способом. Значит, что такое остаток отделения? Это разница между самим числом и, значит, так, ну, давайте, и минус. Значит, так, мы сдвигаем и на 10 вправо бит. То есть, мы делим его, как бы, на 1024. Вот. Получили какое-то значение. Теперь мы его умножаем на... Снова на 1024. Так, ну, тут, ладно, скобки не нужны. И вот, когда мы из и его вычтем, то у нас будет вот этот остаток отделения. То есть, вот если мы такую конструкцию... Ну, опять же, умножение... Мы снова можем поменять на сдвиг на 10 позиций. Вот. Значит, вот такая конструкция, она может быть немного лучше, чем остаток отделения. Вот. Но вы понимаете, да, что если мы делим на степень двойки, то остатком отделения мы можем, значит, заменить это все на такую простую вещь, как логическое битовое и с числом на единицу меньшим. То есть, вот так вот. И вот это будет эквивалентом у нас остатка отделения на 1024. И вот это уже на любом практически дохлом микроконтроллере маскирование. Ну, то есть, операция битовой логики, она точно есть в составе, значит, команд микроконтроллера. Да, тут, конечно, немножко неудобно, что 32-битное значение на 8-битном AVR это все равно будет некая функция, но в любом случае, используя, значит, 32-битное значение, тут у нас все будет не так просто, да. В случае с AVR, еще раз говорю, там 32-битными микроконтроллерами там все хорошо будет. Вот. Ну и там операция деления, даже если она там есть, скорее всего, она все равно дороже, чем битовое, значит, маскирование. Вот. Это первое, что, значит, вы можете использовать довольно активно. Это несложно, значит, сделать. И как бы, ну, надеюсь, вам понятно, почему, как и что. Так, ну и давайте поехали дальше. Значит, в следующем, что вы можете оптимизировать тоже всегда по коду. Вот какой-нибудь такой а-ля пример, да, то есть у вас условие, в котором есть несколько логических, значит, операций, которые соединяют разные условия в одном. Значит, вот у вас, например, какая-то функция чекнув вызывается от аргумента, а потом, значит, а больше там b на 2, а потом b не равно 0. Например, да, вот такое условие, оно вам нужно, да. Значит, особенностью микрокомпиляторов, ну, в смысле компиляторов уже долгое время, я, кстати, застал время, когда этого не было еще, да, но это давно было. Является то, что в случае логического и, как только любое из этих значений подряд, ну, там, слева направо, да, они начинают вычисляться, становится ложью, все выражение становится ложью, и дальше ничего уже не происходит, вычисление, да. В случае логического или, вот, наоборот, первое же, значит, истина, это, как бы, тоже дальше мы ничего не делаем, значит, все замечательно. Вот. Да елки-палки. Короче, в чем идея? Коль так, в случае с логическим, вначале вы ставите условия, которые легче всего посчитать, быстрее всего, в данном случае это, скорее всего, b не равно 0. Кроме случаев, если это условие зависит от предыдущих, тогда, конечно, у вас нет вариантов, вы их должны расставлять в том порядке, в каком они, значит, не противоречат логике программы. Вот. То есть, вызов функции, это, скорее всего, самое дорогое. Ну, кроме случаев, если она у вас онлайновая и очень простая, да. Поэтому, ну, вот, в данном выражении я бы вот это b не равно 0 поставил на первое место, потом, наверное, вот это a больше b на 2, тут операция умножения, поэтому она дороже все равно, чем операция сложения, сравнить с нулем. И в конце уже только вот использовал бы, значит, вызов, чек. Ну, еще раз говорю, исключением из этого является только одно. Значит, если выражения так устроены, что, значит, проверять что-то можно только, если что-то другое тоже там как-то вот совпало или еще что-то нет. Ну, вот, то есть, ну, в данном случае я здесь не вижу, как бы, никакой взаимосвязи между аргументами, поэтому ее, скорее всего, нет. Вот. Если вы, значит, размер кода не изменится вообще, потому что от перестановки, как бы, местополагаемых, сумма не меняется. Вот. Но скорость исполнения будет, к сожалению, разной, от аргументов будет зависеть, да, но худший вариант будет тем, который вы всегда и так достигали, да, а лучший может быть намного, ну, быстрее, там, ну, в данном случае, там, на одну треть. Вот. Ну, в случае с или, как бы, понятно, дело, еще раз, то же самое, только уже вы смотрите условия, которые тоже, как бы, самые простые. А, ну, наверное, даже правильнее сказать, что если у вас несколько простых условий, то кандидатами на первое место является в случае с и логическим, те условия, которые ложь, выдадут с большей вероятностью, тогда быстрее все это закончится, да, в случае с логическим или та, которая выдаст истину. Ну, вот. Но есть, понятное дело, как бы, вот, например, такое исключение, да, вот функция strlen, она, эта функция, да, от, ну, нам строковый аргумент какой-нибудь, есть какой-то индекс, который перебирает эти строки, да, вот, вот эта операция, то есть тут, казалось бы, значит, сравнение с пробелом, понятно дело, выгоднее. Но переставить сюда мы и не можем, потому что и если выйдет за границу, а тут где-то мы его там приращиваем в цикле, допустим, да, вот, то это все плохо кончится. Опять же, если вы какой-нибудь там вот так вот используете, то тем более вы не можете поставить это вперед, вот, потому что и вы должны сравнить до, да, вот. Это вот то, что я говорю, как исключение, то есть не везде можно просто тупо взять и что-то сделать, но в случае со строками, именно си-шными, да, конечно, это делается легче. Значит, если, как понять, что строка у вас не пустая. Ну, вот такое условие, вот это, да, например, значит, строковое, то есть вы можете сделать S0, там, не знаю, не равно, вот так, да, то есть либо вообще просто S0, либо вы делаете вот так вот, вот, это то же самое, это не пустая строка, вот, поэтому вот условие, которое у нас было, а, ну, мы там по-хорошему, так, варианты какие? Вы, эстерлен, значит, вы до цикла заводите, какую-нибудь переменную там, ну, вот авто, кстати, здесь плохая история, но не важно. Вот, и в цикле вы уже, вот это и какое-то там наше, которое у нас где-то там ходит, вы его с этим константой, ну, с этой переменной, точнее, сравниваете, чтобы, как бы, не вычислять постоянно цикли. Кроме случаев, если вы в этом цикле все-таки с строкой что-то делаете, и ее длина может измениться, тогда, понятно, так не надо делать. Так, почему я сказал авто плохо? Значит, функция S0 возвращает с IST, то есть по-хорошему авто должен заменить, замениться компилятором на такое. Если вы точно знаете, у вас 8-битный микроконтроллер, вы точно знаете, что у вас длина строки не больше 25 символов, то вам, конечно, выгоднее не использовать два регистра, а использовать, то есть у int8t, и тогда, как бы, ну, если особенно I, у вас тоже индекс, значит, этой строкой перемены тоже 8-битный. В этом случае компилятор сможет в один регистр все это положить, как бы, и, ну, это будет, конечно, эффективнее. Но это не универсальное решение, и 32-битных микроконтроллеров оно, в общем-то, не касается. Ладно. Итак, то есть мы тут могли что сделать? Варианта 2. Либо мы выносим, значит, инвариант наверх, вот, чтобы эстерлен не вызывать, либо мы можем тот же там, вот у нас it и есть какой-то, да? То есть что мы не в конце строки, что мы не вышли за пределы, вот, можно так сделать, да? Ну, или, как я еще говорил, вот это все просто убрать, то есть с от it и не 0. Таким образом мы выкинули функцию, да, которая тоже, понятно, дороговато может стоить, вот. Ну и плюс это просто условие, мы его, конечно, тоже в начале ставим, ничего не противоречит. Вот, таким макаром вы можете, на самом деле, как бы оптимизировать все множественные условия, связанные с какими-то логическими операциями, или, там, так далее. Вот, вы не выиграете в размере кода ничего, но вы в разных случаях можете выиграть немного во времени исполнения, вот, иногда это важно. Ну и давайте последнее, что на сегодня хватит с вас. Вот, такая вот функция, например, подсчет в 30-битом значении четности, то есть единиц, количество должно быть, ну, если передали true, то нечетным, да, если false, то четным. Значит, как бы можно это было сделать, да? Берем биты, значит, заводим переменную, в которую будем суммировать единички, да? Берем биты от 0 до 7, если, значит, вот это параметр data и единицы сдвинутые на вот этот, значит, счетчик наш, если это у нас не 0, то есть бит выставлен, соответствующий от 0 до 7, то, ой, 7, я молодец, ну, 31, конечно, вот, то мы приращиваем значение количества единиц, и в конце у нас есть количество единиц, да, значит, четное оно или нечетное, очень легко понять, если его младший бит единица, то оно нечетное, да, если 0, то четное, ну, тут все просто, благо двоичное, значит, хранение. Поэтому мы маскируем младший бит с помощью битовой операции i, вот, если он у нас единица, и, значит, передали параметр от d, то есть как нечетная тоже единица, то если это будет равно, значит, это нечетно. Если нам передали false в качестве параметра, то есть у нас четное количество единиц, да, то тут тоже как бы вернется истина, если здесь 0 и равен нулю, то есть все нормально будет. вот, итак, что тут можно улучшить, да, вроде как и так сегодня симпатично. Как я уже говорил, операция сдвига в AVR, это будет функция, поскольку она, ну, сам CPU поддержит 1-битную только операцию сдвига. Давайте тогда мы... Ну, кстати, вот я не знаю. Если сделать 32-битную, не факт, что мы выиграем, но давайте попробуем. Ладно, хорошо. Первое, что можно сделать, это, например... Вот, берем вот так вот, значит... Делаем переменную, которая будет этим битом нужным нам являться. То есть изначально мы делаем это младшим либо старшим и двигаемся, ну, проще, наверное, со старшего, потому что в этом случае условием выхода является, что мы до нуля дошли. Вот. Сдвигая в конце это на один вправо, мы все битики перебираем. То есть в самом цикле... Вот. То есть, видите, мы выродили как бы... Ну, часть уменьшили как бы... Часть команд. Вот. В случае с AVR, наверное, это даже не факт, что-то мы выиграем, потому что 30-битное вычисление все равно будет. Но хотя бы уже сдвиг у нас идет на один бит, это уже, ну, как бы одна команда ассемблера, соответственно. Вот. Так. И что тогда? Что еще можно тут улучшить? Значит, все равно тут 32 прохода. Вот. А, допустим, даже если вдруг мы передали 0, это все равно 30... В цикле мы будем эти единицы не приращивать 32 раза. Вот. Поэтому оптимизировать вот такую штуку можно, например, следующим образом. Так. Ну, заводим вот эту переменную бит, да? Вот, собственно говоря, в таком варианте. Расставляйте переменные по порядку их величины, поскольку будет использовано, вероятно, выравнивание, ну, по крайней мере, на некоторых микроконтроллерах. И поэтому, если вы 8-битные положите до 32-битного, то у вас после 8-бит будет на 32-битных контроллерах 3-байта дырка, как бы. Ну, в принципе, тут, конечно, регистры, а не стек, наверное. Поэтому это не совсем так. Но хуже не будет точно. Вот. Тогда тут у нас не for a while. А, не, вообще нам ничего не нужно. О, совсем же есть простой способ. Условием выхода является то, что наша переданная нам на вход дата станет нулем, пока она не 0. Значит так. Мы, если младший бит у нас единица, то приращиваем количество единиц. И перед следующим проходом мы сдвигаем дату на 1 вправо. Вот это будет работать ровно до того момента, пока, значит, есть биты, единички выставлены. То есть количество проходов будет эквивалентно количеству самой старшего разряда единицы. Это как бы оптимально. Минусы такого решения, что очень разная скорость на данных разных. Но плюсы такого решения, что худший вариант – это то, что вы бы и так получили. А лучший вариант – это вообще прям дата у вас изначально 0, а вы тут же попадаете сюда. Вот. Таким образом, никакой оптимизирующий компилятор вам вот это сам не сделает. Потому что понять зависимость тех же условий и так далее пока еще невозможно. Я считаю, что искусственному интеллекту нужно не программы ни в коем случае за людей писать. У нас дебилов хватит человеческих. Вот. А нужно именно, ну, например, не знаю, в форме советов, например, давать возможность для человека таким образом оптимизировать код. И в этом будет, конечно, ну, как бы круто. Вот. Ну, все. Надеюсь, это было интересно и полезно. Пожалуйста, мне не надо задавать вопросы. Я ничего не понял. Не поняли? Еще раз посмотрите. Попытайтесь еще раз понять. Нет, значит, не ваше. Ничего страшного. В этом нет. Я немножко там в какой-то медицине простейше понимаю, но, извините, шить никого я не буду, как бы. И меня это никак не оскорбляет. И, в общем-то, идиотом я себя не считаю при этом безруким. Нормально это все, как бы. Каждому свое. Ничего страшного. Ну, и что? Всем всего наилучшего, творческих успехов, здоровья, счастья. До свидания. До новых встреч.